В Астане на скамье подсудимых оказалась экс-сотрудница прокуратуры Центра правовой статистики. Женщину обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамиды. Согласно материалам уголовного дела, есть 18 пострадавших, которые рассчитывают на возврат потерянных многомиллионных средств. Однако сторона защиты уверяет, что экс-прокурор сама стала жертвой неудачной сделки. В своем последнем слове обвиняемая Анар Изина рассказывает о том, что якобы сама стала жертвой финансовой пирамиды Антарес. Женщина в ноябре 2020 года вложила в эту компанию почти 16 миллионов тенге. Ну а для этого ей пришлось заложить квартиру и взять кредит. Правда, спустя 10 месяцев компания закрылась, говорит адвокат подсудимой. Несчастные доказательства относятся к другим участникам данной пирамиды. То есть видео, аудио, НСД и так далее. В отношении Езиной, ни одного доказательства. Последние 11 месяцев подсудимая провела в столичном следственном изоляторе. Проработав почти 20 лет прокурором, Анар и не ожидала, что после службы окажется на скамье подсудимых. Наш сын 8 лет, то есть когда его маму закрыли, ему было на тот период 7 лет. Он только в школу пошел. Получается, каждый день плачет, спрашивает, где мама, где мама. Но нам приходится врань говорить, что она там... Следствие по этому делу длилось два года. После материалы о финансовой пирамиде были переданы в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Почти два месяца в зал суда приходят пострадавшие жители столицы, которые просят вернуть потраченные деньги. Как только узнали, что компания лопнула, на следующий день у меня случился почти выкидыш. Меня оперировали. Я потеряла 12 миллионов. И все, что они говорят, это все половина вранья. Но я, допустим, осталась, грубо говоря, на улице с маленьким ребенком без квартиры. Потерпевшие хотят справедливое решение суда. Государственный обвинитель за создание руководства финансовой пирамиды для Анар Изиной запросила почти 7 лет заключения в колонии минимальной безопасности. Своё решение судья озвучит в ближайшее время. Правда, смогут ли пострадавшие вернуть вложенные в пирамиду деньги, пока неизвестно. Динара Нургалиева, Дидарья Леуфа, Информбюро, Астана.